2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Я знаю, что многие люди не будут согласны с тем, о чем я буду сегодня говорить. Но мы сейчас входим в очень интересное время, время перемен. Но некоторые из нас не любят перемены. Нам очень нравится, когда все остается нормальным. Но у Бога есть привычка делать какие-то вещи в нашей жизни, чтобы мы менялись. И последнее время я также молился, чтобы Бог изменял меня. И происходили некоторые обстоятельства вокруг меня. Вы действительно считаете, что это может помочь? Он поставил мне таймер. Но когда мы попадаем в эти ситуации, как мы реагируем? Может быть, более важным вопросом есть. Если мы чувствуем себя довольным с этой ситуацией, я считаю, что Бог иногда специально приносит изменения, чтобы нас изменить. Но очень часто мы также должны задавать себе вопрос. Довольен ли Бог мною? Да, Бог любит нас. Но Он хочет, чтобы мы шли Его путями. Он хочет, чтобы мы стали теми, кем Он ожидает, чтобы мы были. Когда мы приходим к Нему, мы не должны обязательно изменяться. В тот момент. Но на протяжении времени Бог начинает нас изменять. Чтобы мы больше были похожи на тот образ, который Он имеет для нас. Во втором Коринфянам 3,18 мы читаем об этом. Второе Коринфянам 3,18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Как брат уже говорил о зеркалах. Но мы имеем вот это зеркало. Мы должны видеть то-то зеркало, которое Бог держит напротив нас. Я знаю, что вы показываете местописание. Но перед тем, как показать то местописание, которое я дал, покажите картинку, которую я дал. Я создал рисунок для этого послания. Я считаю, что это очень важно. Иногда мы боимся изменений. Но я считаю, что Бог хочет изменять меня даже сейчас. Он хочет менять всех нас, потому что Он хочет, чтобы мы были похожи на Него. Как я уже сказал, мы боимся такие изменения. Мы думаем, что же будет происходить, что пойдет не так. Бог хочет дать нам новое видение. Он хочет, чтобы мы стали такими, как Он создал нас в начале. Я хочу использовать несколько местописаний. Несколько слов, таких как радикальный или фанатичный. У нас есть негативное мнение, предубеждение об этих словах. Да, есть негативное понимание этих слов, радикальный и фанатичный. Но есть также позитивные формы этих слов. Мы должны быть радикальны в нашем доверии к Богу. Мы должны быть фанатичны в любви к Нему. И мы должны сохранять веру, несмотря на то, что происходит. В последние полтора года у меня был сложный период. Разные ситуации были на моем пути. Можно это сравнить с штормом на море. Мы знаем, когда шторм на море, есть очень большие волны. И они становятся очень большими и разбиваются о камни. Очень часто мы чувствуем себя так в наших собственных жизнях. И мы считаем, что все, что происходит, оно очень сложное. Но мы должны в первую очередь стоять на этом фундаменте, который Бог дал нам. И этот фундамент — есть Его Слово. Мы должны стать сильными, неподвижными, надежными, имеющими доверие. Иногда мы сдвигаемся разными ситуациями. И я верю, что если мы действительно находимся на этом фундаменте от Бога, тогда мы сможем устоять от этого шторма, от этого времени. Мы не можем это сделать своими собственными силами. Но мы можем это сделать через силу Духа Святого, которого Он вложил в нас. Мы должны понять, что мы не можем это сделать своими собственными силами. И как я уже сказал, что мы в любой ситуации должны доверять Богу, что бы ни происходило. И что Он делает. Если мы Ему доверяем и понимаем, что ничего не может произойти, о чем бы Бог не знал, и тогда мы сможем находиться в мире. Мы сможем иметь этот шалом. И если мы задаем вопрос, что Бог еще здесь, Он еще смотрит за Мною. Это сомнение, которое приходит в наше сердце. И мы должны избавляться от этого сомнения. И все, что мы должны делать, это доверять Ему. И так как мы меняемся, и Бог будет делать много прекрасных вещей в наших жизнях. И мы читаем о том, как люди менялись в Писании. И первое, о чем я хочу вам говорить, это четыре человека, которые изменились во время смерти Ешуа. Пока Он был жив, многие менялись. Но особенно Писание говорит о четырех, которые изменились во время Его смерти. В Иоанна, 19 глава, с 38 по 39 стих. Иоанн 19, 38. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Ешуа, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Ешуа. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Ешуа. Пришел также и Никодим, приходив прежде к Ешуа ночью, и принес состав из смирны и алоэ, и литр около ста. Четыре человека изменились. Разбойник, умирающий на кресте, сказал Ешуа, чтобы Ешуа принял Его в царство. Римский центурион провозгласил, что Ешуа действительно Сын Божий. Иосиф и Никодим, члены Синедриона, тайные ученики Ешуа вышли из сокрытия. Они открылись. Когда мы сталкиваемся с смертью Ешуа, мы должны изменяться, чтобы верить, чтобы провозглашать и чтобы действовать. Все эти, они были вдохновлены тем, что Ешуа сделал на кресте. Если мы ухватим эти вещи, если мы действительно поймем, что же значит смерть Ешуа, это изменит нас наилучшим образом, чтобы мы изменились навсегда. Я помню, когда я смотрел фильм «Страсть Христова», и оно очень сильно повлияло на меня. Я плакал на протяжении всего фильма, потому что оно показывало, как Ешуа умирал. Оно дало реальную картину, за что он страдал, что он перенес за вас, за меня, за каждого из нас. он хотел сделать все это. И потом возникает вопрос, что мы сделаем для него? Хотим ли мы позволить ему изменить нас? Или мы остаемся довольными с самим собой? И что мы не хотим быть измененными? Мы должны научиться видеть так, как Ешуа смотрит, как Отец видит нас. Он хочет, чтобы мы были совершенными. Иногда мы даже об этом не представляем. Моя жена иногда говорит ко мне, «Не становись совершенным». Я спрашиваю, почему? Потому что Бог потом заберет тебя. Но нам необходимо меняться постоянно, потому что это процесс. Это не происходит однажды в один момент. Бог постоянно делает вещи в наших жизнях, приводя нас в разные ситуации, для того, чтобы мы менялись. Таким образом он нас формирует. Мы являемся глиной, а он горшечник. И он нас формирует постоянно. Многие из вас знают, кто такой горшечник. Горчальный круг. Когда он ложит эту глину на этот круг, он должен быть уверен, что положил ее по центру. Потому что, если он этого не сделает, это означает, что эта глина пролетится по всей комнате. «Если мы не находимся в центре воли Божьей, странные вещи могут происходить, и мы будем улетать в неправильном направлении. Бог также хочет менять тех людей, которые мы считаем, они не меняются. В Матфея 9, 22 мы читаем следующее. Иисус же обратившись и увидев ее, сказал, держай червь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Бог меняет проблему, ситуацию, которая продолжалась годами. В простом случае, как и прокаженный и одержимый бес человек, в Матфея, эта больная женщина считалась нечистой. На протяжении 12 лет она была из тех неприкасаемых. Никто не мог подойти к ней. Она не могла вести обычную жизнь. Но Ишуа изменил это. И он ее восстановил. Иногда мы склонны к тому, чтобы сдаваться перед сложными людьми, которые не меняются на протяжении многих лет. Может быть, я говорил вам историю раньше, но это хорошая иллюстрация. Когда мы были в Бельгии, кто-то послал нам пару. Он был бизнесменом. Это была пара бизнесменов. Они занимались тем, что продавали и покупали недвижимость. Но жена позвала нас. У нас есть... Она нуждалась в нашей помощи. Ее муж был алкоголиком. И у него было плохое состояние. Помните, что ваш телефон должен быть в тихом режиме. Они пришли в наш дом, и мы с ними говорили. Но когда мы с ними говорили, муж заснул. И каждый момент... И мы с ними говорили... Когда мы с ними говорили, он всегда засыпал. Я думал, что это безнадежный случай. И мы уже были готовы сказать, что мы не можем вам помочь, и вам нужно идти к кому-то другому. Но я просил Господа, чтобы он коснулся сердца этого мужчину. И однажды эта дама позвонила мне. И она сказала, «Можешь ли ты прийти сейчас в наш дом?» А я спрашиваю, «В чем проблема?» Мой муж уже не спит на протяжении трех дней. Он ходит по дому. Это что-то невозможное. И я пришел в их дом. И я сидел в комнате с этим мужчиной. Начал с ним говорить. И он заснул. Да, вдохновляющий. Я говорил с супругой, и мы молились. И на следующий день она позвонила опять. И она говорит, что он спит уже 12 часов. Но теперь он проснулся. И он совсем другой. Он изменился. Бог сделал что-то в его сердце. И он пришел в тот же день ко мне. И он говорит, «Скажи мне. Расскажи мне о Боге. Расскажи мне о Яшу. Я хочу знать больше». И мы общались три часа. И он говорит, «Помолись со мной. Я хочу избавиться от этого алкоголизма». Мы помолились, и он принял Яшуа в свою собственную жизнь. И с этого момента он больше не пил алкоголь. Это то, что Бог хочет сделать. Сейчас он в Испании. У него есть небольшая община, которую он ведет. Бог полностью его изменил. То, что я видел невозможным, Бог сделал. Мы знаем, что очень часто необходимо время для тех, кто страдает проблемами алкоголизма. Но это было мгновенно. Это было невероятно. Но нам нужно сохранять эту мысль. Бог может менять невозможные ситуации, давая новую цель, новую жизнь, новую надежду. Это то, что людям нужно. В изменении изменения ведут к действиям веры. В Эздра, первая глава, стих 5. И поднялись главы поколений Иудинных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти и строить дом Господень, который в Иерусалиме. Бог сдвинул сердца лидеров, глав семей, священников, верующих, левитов. И Он дал им огромное желание вернуться в Иерусалим и строить храм. Это то, что они не хотели делать. Они были счастливы, довольны тем, где они были. Но потом Бог сделал что-то, через молитву. Большие изменения происходят изнутри. Так как Бог работает с нашим положением, наших верований и нашими желаниями. И эти изменения ведут нас исполнять действия веры. Еврейский народ был в плену, и Он их там смирял. И когда человеческие отношения и желания изменились, Бог остановил это наказание и дал им возможность возвратиться домой и попробовать еще раз. В Филиппийцам 2.13 написано, потому что Бог производит в нас и хотения, и действия по Своему благоволению. Бог хочет работать с каждыми из нас. Он не хочет, чтобы вы были пассивными. Он хочет, чтобы вы были активными. Он хочет вложить огонь в вас, который приведет вас в правильное место, которое активирует вас, чтобы вы были исполненными целями, которые Он имеет для вас. Бог имеет план. У Него есть план. И мы должны исследовать, какой это план есть. И Он приходит через молитву, через чтение Его Слова. Быть через чувствительность к Его Духу. И тогда мы поймем. И мы слышали сегодня утро, что люди приходили и приносили свои пожертвования. Они приходили, имея желание. И Бог, Он возогревал их сердца. И в отдельный момент рабочие, которые работали над храмом, они пришли к Моисею. И они сказали, скажи людям, чтобы они прекратили приносить пожертвования. У нас уже более чем достаточно. Они продолжали приносить, потому что Бог коснулся их сердец. Я не слышал много проповедей, которые говорили бы к общине, прекратите нести пожертвования. У нас достаточно. Мне кажется, я об этом никогда не слышал. Хотим ли мы жертвовать Богу? Хотим ли мы приносить Ему пожертвования? Доверять Ему? Чтобы Он использовал это в Своем Царстве для Его целей. Исполняя Божью волю, начинается вот с этих желаний. Хотите ли вы быть смиренными? Чтобы быть открытым к Его возможностям. Чтобы двигаться в Его направлениях. Спрашивайте Бога, чтобы Он дал вам желание. Бог вложил огонь в меня. Чтобы я мог делать то, что бы ты не захотел. Чтобы это нас не удерживало. Но чтобы у нас была способность двигаться вперед. Чтобы приближаться к Нему еще больше. Чтобы переживать Его силу в наших жизнях. Мы должны спрашивать сами себя. Изменились мы внутри? Ишуа говорит об этом. В Матфея 15, 16-20. Продолжение следует... Матфея 15, 16, 20. Из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Ишуа пытался указать на то, что наиболее важное. Какое наше сердце? Настроено ли оно с его сердцем? Производит ли оно хорошие вещи? Мы очень работаем на нашем внешнем облике. Я не уверен, что я имею право спрашивать такое у вас. Сколько времени вы потратили на самих себя, готовясь сегодня утром? Сколько времени вы провели перед зеркалом, чтобы выглядеть хорошо? И это не только касается женщин сегодня. Я знаю многих парней, которые также делают перед зеркалом, добавляют гель и все остальное. Проводим ли мы столько же времени внутри себя? Потому что то, что в сердце, оно более важно. Бог делает изменения внутри нас. Он начинает менять образ нашего мышления. Если мы будем спрашивать его, он будет нам помогать. Он хочет, чтобы мы имели здоровые мысли. Здоровую мотивацию. Это не только касается здоровой пищи и упражнений. Нам также они нужны. Но нам нужна здоровая внутренность. Как же мы будем меняться? Как Евангелие меняет жизнь? В Деяниях 17.6 Говорится о том, что произошло с некоторыми верующими. Они искали кого-то, но не находили. Деяния 17.6 Не найдя же их, повлекли и Асона, и некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Какая добрая слава эти верующие христиане имели. Они пришли в город и перевернули его. Они изменили все, что там происходило. Они принесли послание, которое изменило людей, отвело их от идолопоклонения и привело их к взаимоотношениям с настоящим Богом. Сила Евангелия меняет наши жизни. Разрушает социальные барьеры. Открывает двери в темницах. Призывает любить людей друг друга. И возогревает служение к Богу. Наш мир, он должен быть перевернут. Мы видим мир. Мы видим, что происходит в миру. Но мы должны увидеть, как он меняется. Почему вещи иногда не меняются? Потому что мы молчим. Мы не говорим об этом. Мы не провозглашаем. Мы не говорим людям. Потому что мы довольны с теми путями, на которых мы есть. Мы должны быть радикальными. Мы должны стать фанатичными. Для Бога. Чтобы этот мир увидел, что у нас есть то, в чем они нуждаются. Евангелие — это не бизнес по улучшению. Но это динамика изменения жизни. Станьте смелыми. Спрашивайте Бога, как мы это можем сделать. Давайте начнем молиться. Иешуа может попросить Иешуа изменить все направления нашей жизни. Когда мудрец пришел с Востока при рождении Иешуа, они планировали возвращаться в ту же страну и по тому пути, к которому они пришли. Но Бог сказал им, «Нет, не делай этого. Иди другим путем». Иногда мы идем по пути, но Бог внезапно говорит, «Нет, ты должен измениться, и ты должен измениться, идти по-другому и думать по-другому». И мы должны быть готовы для этого. Мы должны быть готовы, чтобы позволить Богу вести нас и направлять в другое направление. Такой путь, который ответственный и послушен перед Божьим Словом. Хотим ли мы, чтобы нас вели другим путем? Или чтобы оно происходило по-старому? Или мы знаем, какой путь должен быть? Мы должны изменить наши действия. Мы должны позволить Богу работать в нас. Второе царство, 12-3. Стих 3. Там был царь Иоас. И он, как он говорит, он делал то, что было правильно. Да, да. Четвертое царство, 12-3. Там сказано, что он делал это правильно. Настолько долго, насколько его первосвященник инструктировал, наставлял. Но, к сожалению, Иоас, он пошел дальше, чем не пошел дальше. Он не был под водительством. Но это было внутри его сердца, и он был послушным. Мы должны понимать, как Бог хочет нас менять. И мы находим это в Писании. Когда мы делаем что-то, откуда мы знаем, что это правильно? Говорит ли Писание, что это правильные вещи? Или оно говорит, что они неправильные? Делаю ли я что-то, что отводит меня от любви, служения Богу? Делаю ли я что-то, что приводит меня в рабство, чтобы не делать то, что нужно? Или оно проявляет во мне лучшее? Соответствовать Божьим целям. Является ли это преимуществом для других? Это вопрос, который нам нужно задавать себе. Как мы готовимся к изменениям? Во 2 Тимофея, 1 глава, с 13 по 14 стих. Павел пишет Тимофею, давая ему наставление. 2 Тимофея, 1, 13-14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью в Иешуа Мессия. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Тимофей также был в переходном периоде. Он был под наставничеством Павла. Павел его взял в его руках и его поддержал и помогал. Ну, вдохновлял его, наставлял. Но он собирался быть лидером общины. В очень сложном окружении. Его ответственности, они менялись. Но Тимофей не оставался без помощи. У него было все необходимое, чтобы встретиться с чем-то в будущем. Если он будет держать те ресурсы, которые Бог дал ему. Если вы встречаетесь с сложностями, это очень полезно следовать советам Павла, Тимофея. Смотреть обратно на то, что ты пережил с Богом. Что ты научился от Него. Какой фундамент, на котором ты стоишь. И как ты можешь строить на этом фундаменте. Какие дары были даны тебе. Используй эти дары, которые ты уже получил. Мы должны использовать то, что Бог уже дал нам. И практиковать их. И это будет приносить изменения в нашу жизнь. Будет менять ситуации вокруг нас. Аминь. 2018 год. Это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израиль.